Че сейчас делать? Очень часто бывает то, что я вот вижу, особенно у новичков, делаю с поясов, например, ошибку. Люди вместо того, чтобы просто плюхнуться на попу, да, запулись в гард. Они делают так, они приседают, а потом вот так заваливаются назад. На высоком уровне это выглядит как, я чувствую, по его натяжению, по его давлению, что оно слабеет, человек начинает опускаться, проваливаться в гард. В тот момент, когда он садится, я успеваю сюда попасть, дотронуться. Если он продолжает движение, это получается мой трейк-даун. То есть, по сути, вот этого касания ногой достаточно, чтобы судья зафиксировал это как подсечка? Конечно. Причем сейчас оно получилось, ну, его прям четко видно, а иногда это бывает так, что я прыгаю, и мне в прыжке по этой ноге попадают, но движение выглядит настолько одновременным, что судья очень сложно сказать, да, и, ну, вот его решение может быть субъективным, да. Особенно это бывает так, что человек прыгает и пытается залететь гард, а я вот, наверное, делаю шаг вперед вот так, да, бью по ноге, да, так как будто я ему делаю зацеп такой. Так может даже, ну, засчитать бросок, потому что я пошел вперед, когда он садился, я, ну, задел ногой по его ноге. Как бы. Формально, понятное дело, с точки зрения борьбы с строки, ну, конечно, это не бросок, но это все апелляция к тому же правилу, что если вы сплотили за штанину, а человек сел, то вы получили баллы за бросок. Покажи, когда не той ногой упираешься при гардпуле за штанину, то же самое. Ребят, также вот, собственно, Саша напомнил, да, есть такая ситуация, да, надо понимать, с какой стороны ставить ногу при гардпуле. Если я буду гардпул делать, вот я держу левой рукой его правую руку, я левую стопу и буду ставить сюда. Почему? Потому что я контролирую его руку, да, то есть он не сможет меня прихватить. Я делаю это движение, я его контролирую, да. Если я сделаю с другой стороны, смотри, что получается. Я тяну, он свободно меня прихватывает, я сажусь, 2 балла подарю. Правильно ли я понимаю, что в последнем варианте это 2 балла тебе? Да, в большинстве случаев да, потому то, что он остался в стойке, то есть он только кинул ногу, а я ее сразу поймал. То есть если бы это было прямо в прыжке, он запрыгнул, может быть нет. Но когда он остался в такой позиции, а у меня нога его захвачена. Спорных не может быть ситуаций. Очень маловероятно. Если судья все видел, то просто проблема в чем, если судья здесь стоит и он мне тут поймал ногу, судья все четко видно, а если это с другой стороны, судья там, помогай здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok